Сыщикам 8-го ОПА того, что на улице Белореченской в Екатеринбурге удалось найти и допросить магазинного драчуна, который представился полицейским 33-летним безработным гражданином. Но именно он, если судить по записям с видеокамер 13 мая, прилюдно руки распускал, грубо вытурив из ТРЦ Алатырь 19-летнего парнишку-инвалида Рому с детства страдающего ДЦП. Молодой мужик атлетического телосложения настиг Рому в торговой галерее на третьем этаже ТРЦ на выходе из Медиамаркта. Схватил его за шиворот, тряс как грушу, пару раз ударил в грудь и вбок. И, по словам инвалида, с нецензурной бранью и с угрозами, смысл которых сводился к тому, чтобы Рома больше не появлялся во лотерее и не брал в руки гаджеты, иначе он ему, дескать, голову оторвет. На глазах посетителей и безучастных охранников торгового центра поволок парня по ступенькам эскалатора вниз на выход. Агентство УРА.РУ, дрочливый здоровяк, выдворивший инвалида из ТРЦ, предположительно является старшим смены охраны торгового центра. Возможно, действительно, сейчас он с приставкой «Экс», то есть безработный гражданин, как уточняет полиция. Полицейские опросили гражданина, он признал причастность к данному инциденту. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение. Сегодня в СМИ попало новое видеоинцидента во лотерее, а точнее сказать, на выходе из него. Под прицел камеры наружного наблюдения попал полутораминутный фрагмент, на котором видно, как этот самый как бы безработный посетитель лотеря взял Рому за шивора, доводит его до велопарковки. Сам уходит в курилку с папироской в руках. Что-то видно резкое, судя по взмаху руки, говорит парню, после чего тот уезжает на велосипеде. Нашим экспертам предположение источника УРА.РУ о том, что как бы безработный магазинный драчун имеет более чем прямое отношение к ТРЦ, показалось вполне убедительным. Ну в самом деле, с какого перепугу случайный посетитель магазина электроники вздумал бы вытурить незнакомца парня-инвалида из ТРЦ лишь за то, что тот брал в руки мобилы и гаджеты, и мог их уронить или сломать из-за нарушения координации движения. А охране торгового центра, по его же собственным словам, пришлось бы за это отвечать. Это во-первых. Во-вторых, по словам Романа, когда он только входил в Алатырь, охранник снизу по рации сообщил кому-то о том, что, дескать, Рома пришел. В-третьих, когда пресловутый безработный посетитель ТРЦ мутузил Рому и тащил его к эскалатору, как минимум двое людей в форме охранников безучастно смотрели на происходящее. Более того, они не заступились за тщедушного по виду посетителя, который, кстати, ничего в магазине не украл, не разбил, даже тогда, когда крупный седовласый мужчина пытался защитить парня. Наши эксперты, не боже мой, ни на что не намекают, но все же склоняются к предположению источника УРАРУ о том, что грубый здоровяк в черной футболке вполне мог превратиться в безработного гражданина задним числом, то есть после того, как конфликт в ТРЦ получил огласку. Между прочим, полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, а администрация Алатыря в своих сегодняшних комментариях заявляет о том, что они, дескать, связались с матерью пострадавшего молодого человека и готовы предоставить всю нужную помощь. Дескать, в разбирательстве инцидента в первую очередь заинтересована сама администрация Алатыря, так как, далее цитата из официального релиза руководства Алатыря, речь идет не только о репутации ТРЦ, но и о здоровье молодого человека с ограниченными возможностями. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты. Конец цитаты.